опачки фига себе ничего себе дизайн amd полегче что ты делаешь со мной сто процентов у фанатов amd сейчас защекотала пупок а производителем intel мы сейчас скажем отдыхайте ребята сейчас у нас происходит обновление amd radeon адреналин 2020 edition обновление версии 19 12 2 наверняка программный софт от radeon станет намного лучше сейчас мы разберемся что именно за обновление приготовили amd для нас одно из важных замечаний об этом обновлении то что она реализована не только для новейших видеокарт но и для достаточно старых так видеокарты линейки hd 5 тысяч 7 тысяч и так далее поддерживают данный продукт то есть данное обновление давайте посмотрим что же нам приготовила компания md в новом обновлении видеодрайвера radeon software адреналин 2020 во первых это полностью глобально измененный дизайн программы вплоть до самой иконки давайте быстренько пробежимся по интерфейсу вверху находится панель меню где мы можем переключать различные параметры то есть игры трансляции производительности так далее что касается главного меню то есть домашней страницы во первых была добавлена статистика это одна из новых функций которые вы можете наблюдать перед собой то есть какую игру играли вы в последний раз недавние игры и последующие здесь же выведена средняя статистика по кадрам в секунду и игровое время внизу левее мы можем увидеть приложение для захвата рабочего стола то есть запись видео с него нажав на кнопку запись видео мы можем запросто записать все что нам необходимо не используя какие-либо сторонние приложения правой колоночки мы можем видеть модуль обновления ниже мы видим функцию md link для сопряжения смартфона с драйвером видеокарта ниже информация по совместимости игр и вашего железа и чуть ниже обучение по новой технологии md link технология md link была введена еще в более старых версиях драйвера и она не является новой для этого обновления эта функция предназначена для сопряжения смартфона с помощью приложения с компьютером и организации трансляции видеоигр на ваш телефон что позволит вам играть сидя на диване используя мощности компьютера все будет транслироваться именно на экран смартфона то есть мы видим перед собой модульный дизайн каждый фрагмент информации находится в своем модуле также мы можем нажать на стрелочку на каждом из модулей и перейти более подробные настройки каждой из функций то есть например захват рабочего стола нажимаем на стрелочку и переходим файлы мультимедиа справа вверху мы видим панель меню настроек программы во первых это сами настройки панель уведомлений избранная и браузер который является новой функцией в данной программе о нем чуть позже также как и в старых версиях radeon software мы можем настроить игровую графику каждый из игр либо же глобально настроить для всех игр общую график вот вы видите перед собой на эту тему я запишу чуть позже видео как настроить здесь профиль для игры для максимальной производительности также мы можем нажать вкладочку настроить производительность игры и разогнать видео карточку вашу именно для определенной игры либо же перейти вкладку производительность и здесь произвести буст вашей видеокарты то есть мы можем либо мониторить производительность что сейчас происходит с вашей видеокарты то есть какая у нее частота какие обороты вентилятора какая температура и сколько используется оперативной памяти если перейдем настройки то здесь мы сможем как раз приступить к разгону об этом тоже будет другом видео но имейте ввиду что разгон ваши видеокарты здесь присутствует также здесь есть интересный раздел консультанты здесь мы можем установить игровой профиль для вашей игры. Как видите, у меня Counter-Strike Global Offensive и для нее подойдет лучше всего профиль Esports, то есть профиль для соревновательных игр. Здесь же есть еще несколько советов по настройке вашей игры, то есть система подбирает оптимальные настройки и рекомендует вам их установить. Также здесь осталась функция трансляции, через которую с легкостью вы можете вести прямой эфир. Чуть не забыл об одной из важных функций, которая в принципе была ранее, это проверка на совместимость ваших установленных игр. По настройкам. Настройок здесь достаточно много, все их можно пересмотреть. Много вкладок. Включение-отключение новых функций, о них сейчас тоже расскажу. Я думаю, что вполне банально и вполне понятно то, что интерфейс в данной программе изменен полностью. А теперь давайте поговорим о том, что же нового внесли разработчики в данное программное обеспечение. За все обновления в предыдущем году было реализовано прирост производительности на 12%. В этом обновлении было запланировано увеличить прирост FPS, что и было сделано в среднем на 23% во всех играх. Приведу примеры. На 38% была повышена производительность в Overwatch, на 22% в PUBG и на 10% в Rise of Tomb Raider. Это примеры. Одна из важнейших технологий, которая была введена AMD в данном обновлении, это Radeon Boost. Направлено оно на увеличение кадровой частоты за счет уменьшения разрешения в определенных моментах игры, снижая нагрузку на GPU. Что касается потери качества в данной ситуации, оно будет незаметно человеческому глазу. Но здесь есть маленький нюанс. Игра, к которой будет применяться данная технология, должна поддерживать данную функцию. Именно поэтому на данный момент это реализовано не во всех играх. Едем дальше. Следующая технология это поддержка целочисленного масштабирования. Теперь старые игры больше не будут выглядеть размытыми на больших мониторах. Реализовано это за счет технологии Intel Display Scaling. Еще одна новая функция DirectML Media Filters. Это технология машинного обучения, которая убирает шум с изображения. Но поддерживают это только новые карты, начиная с RX Vega и, естественно, выше. Технология Radeon Anti-Lag теперь поддерживается в играх с DirectX 9. На видеокартах старее RX 5000. Ранее старые видеокарты такой технологии не поддерживали. Технологии Image Sharpening можно активировать в проектах с поддержкой DirectX 11. Данная технология направлена на увеличение качества графики без потери производительности. Еще очень интересная вещь, которая была введена в данном обновлении, это встроенный браузер в данный софт. То есть мы можем посещать интернет-ресурсы через ПО от AMD. Как и любые обновления, данные включают множество исправлений. Например, потеря видеосигнала на видеокарточке RX 5700. Или нехватка видеопамяти для R9. Или проблемы, вызывающие зависание при игре в игру Star Wars Falling Jedi. Раньше наложение производительности могло вызвать артефакты на определенных видеокартах. Ну и многое-многое другое. Все, что я включил в этот обзор является самым важным в данном обновлении. Если вы хотите увидеть, как настроить данный софт для максимальной производительности в ваших играх, то оставайтесь со мной. Я это сделаю в ближайшее время. Как настроить предыдущие версии Radeon Software вы можете увидеть по ссылочке в описании. Там я оставлю ролик, в котором об этом подробно говорится. Субтитры сделал DimaTorzok